В эфире Москва-Баку. Сегодня рассказываем о главных событиях дня. Сегодня состоялись очередные телефонные переговоры министров иностранных дел России и Азербайджана Сергея Лаврова и Джейхуна Байрамова. Как сообщили в управлении пресс-службы МИД, министры обсудили текущую ситуацию в регионе, а также связанные с выполнением трехсторонних заявлений лидеров России, Азербайджана и Армении по Карабаху от 10 ноября 2020 года и 11 января 2021 года вопросы. Отмечается, что стороны обменялись мнениями по различным аспектам двусторонних отношений, а также по вопросам сотрудничества в международных организациях, в том числе ООН, ОБСЕ и других. В ходе телефонного разговора были обсуждены другие вопросы, представляющие взаимный интерес. Отметим, что глава МИД России на регулярной основе обсуждает по телефону со своими азербайджанским и армянским коллегами ход выполнения трехсторонних соглашений, подписанных российским, азербайджанским и армянским лидерами по Карабаху. Так, 27 января Сергей Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Армении Арой Айвазяном. Всего за текущий месяц министр иностранных дел России дважды провел телефонные переговоры с азербайджанским коллегой и трижды с армянским. Власти Турции планируют расширить сотрудничество по регулированию Карабахского конфликта до формата 3 плюс 3. Об этом сегодня в Стамбуле заявил глава МИД страны Мевлюдчеву Шаглум на пресс-конференции со своим иранским коллегой Джавадом Зарифом. Нам необходимо содействовать прекращению огня, так что мы планируем сотрудничать на этом пути и в формате 3 плюс 3. Россия, Азербайджан, Армения, Иран, Грузия, Турция. Глава турецкого ведомства отдельно отметил, что простого желания нормализации в Южном Кавказе недостаточно и необходимо добиться постоянного прекращения огня путем расширения сотрудничества. Мир и стабильность в этом регионе в интересах каждого. В наибольшей степени это будет пользой для Армении и ее народа. Поэтому мы ждем от Армении конструктивных шагов в данном направлении. Отметим, что до визита в Турцию глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф посетил Азербайджан, Россию, Армению и Грузию. В центре внимания визитов были вопросы сотрудничества стран региона в рамках постконфликтового периода Нагорно-Карабахского регулирования, в том числе в связи с планируемым процессом разблокирования транспортно-экономических связей. Напомним, что с инициативой о шестистороннем формате сотрудничества по Карабаху ранее выступили лидеры Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Раджеп Тайп Эрдоган. Иран приветствовал эту идею, заверив в готовности содействовать шагам по укреплению мира в регионе. В Армении задержали пятерых подозреваемых в попытке захвата здания правительства в ходе вчерашнего митинга оппозиции в Ереване. Об этом сегодня сообщили в Следственном комитете страны. Следователи возбудили уголовное дело по статьям за попытку захвата, совершенную группой лиц по предварительному сговору. Отметим, что 28 января в акции протеста с требованием отставки действующего премьера страны Николы Пашиняна приняли участие политики, общественные деятели, деятели культуры. Всего на улице вышли несколько тысяч человек. Среди задержанных глава партии «Объединенная Армения», участник Первой и Второй Карабахских войн Ван Бадасян, призвавший к физическому устранению Николы Пашиняна. Глава правозащитной организации «Правовой путь» и бывший замминистра юстиции Армении Рубен Меликян написал в Facebook, что среди задержанных – экс-депутат Арагац Ахаян и организатор акции протеста Аршак Закарян. В ходе акции протестующие попытались ворваться в здание, но их оттеснила полиция. Силовики задержали 26 человек. Дополним, что после подписания совместного заявления лидерами России, Азербайджана и Армении от 10 ноября в Вериване начались массовые протесты, в ходе которых демонстранты устроили погромы в правительственных зданиях и резиденции премьера. Азербайджанский сапер подорвался на мини-вагдаме. Инцидент произошел сегодня утром. 37-летний специалист серьезно пострадал при подрыве на противопехотной мини во время ее обезвреживания. Пострадавшего доставили в больницу Агдамского района страны, где ему была проведена операция. Врачам пришлось ампутировать стопу. Также мужчина получил многочисленные ранения в результате попадания осколков. Агдамская прокуратура возбудила уголовное дело по нескольким статьям. Напомним, что вчера в Тартерском районе Азербайджана на мини подорвался водитель трактора. Он также получил ранение и был отправлен в больницу. В то же время в Карабахе, где осенью прошлого года шли интенсивные боевые действия, специалисты МЧС России продолжают обследовать территорию площадью более 123 гектаров. За все время специалисты обнаружили около 15,5 тысяч взрывоопасных предметов. Только 28 января пиротехники нашли и обезвредили 115 мини. Останки еще восьми армянских военнослужащих обнаружены в ходе поисковых работ в районе Джабраила. В общей сложности найдены останки 1329 человек, из них 15 человек – гражданские лица. Помимо Джабраила, поиски продолжаются в Хаджавенде и Гадруте. Сегодня же стало известно, что работа российско-турецкого центра мониторинга ситуации в Нагорном Карабахе начнет свою деятельность в субботы 30 января. В культурно-этнографическом парке «Этномир», расположенном на границе Московской и Калужской областей, открылся дом Азербайджана. Новый азербайджанский павильон украшен красочными коврами, национальными книгами и аутентичной архитектурой. Все это переносит гостей в страну огней. Здесь даже на стенах буквально расцветают гранатовые деревья. В павильоне представлена продукция азербайджанских производителей. Можно попробовать сочную хурму и гранаты, а также азербайджанские вина. Церемония открытия дома прошла при участии российских и азербайджанских предпринимателей, политических и общественных деятелей, а также местных представителей национальных общин. По мнению бизнесменов, дом Азербайджана позволит сделать сотрудничество России и Азербайджана еще крепче и успешнее, а также способствует развитию и продвижению национального бренда Made in Azerbaijan на всей территории России. Это была новостная картина сегодняшнего дня. Еще больше информации на портале москва-баку.ру. Добрых вам новостей! Субтитры создавал DimaTorzok